Занятие по фортепиано два раза в неделю привычное дело для Софии. Но перед выступлениями репетируют каждый день. Вот и на этот раз упорный труд принес свои плоды. В этом году она в составе ансамбля заняла первое место на конкурсе «Музыкальная мозаика». Вообще я с трех с половиной лет занималась вокалом, а фортепиано занималась с шести лет. В семье Ульяны играют на фортепиано тетя и старшая сестра. Девочке с самого детства понравилось звучание инструмента, поэтому она твердо решила связать свою жизнь с музыкой. В будущем мечтает о сольном концерте. Для меня фортепиано – это такое расслабление. Когда ты после тяжелого учебного дня приходишь, можешь сыграть какую-то легкую пьесу, у тебя это расслабляет даже. Музыкальное искусство здесь изучают 35 воспитанников разных возрастов. Их обучают три педагога. Инесса Сегитова отдала фортепиано большую часть жизни – 40 лет. Теперь передает свои знания детям. Подготовка ребят к конкурсам – одна из главных ее задач. У нас проходит конкурс. Первые шаги – это конкурс одной пьесы. Все дети первого года обучения исполняют одну и ту же пьесу и жюри оценивает их. Дальше у нас есть конкурс для учащихся второго-пятого года обучения. Это конкурс называется «От классики до джаза». Там выступают тоже лучшие обучающиеся у каждого педагога. Диана Лейла в музыке уже давно. За семь лет неоднократно выступала на конкурсах. Помимо фортепиано занимается вокалом, актерским мастерством и рисованием. Музыка дает мне силы. Мне нравится как слушать, так и играть ее. Потому что, я не знаю, многие люди улыбаются, когда играешь. И можно вообще вызвать море разных эмоций у людей во время игры. И это очень радует. В ноябре у юных пианистов пройдет технический зачет. Там ребята будут играть гаммы и этюды. После состоится годовое прослушивание. Воспитанники отцев, как правило, исполняют произведения джазового направления. Но и классика им по душе. Впрочем, предпочтения у всех разные. Объединяет одно – любовь к музыке. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.